После непродолжительной стабильности на отметке 13-14 гривен, Межбанк снова открылся ростом котировок. Доллар сегодня можно купить за 14-14,8 гривен. В Харькове очередей за зелёным не видно, пугает цена. Подорожание иностранной валюты традиционно ударило по кошельку, жалуются харьковчане. В то, что доллар подешевеет в ближайшее время, верят немногие. Заоблачный курс связывают, как правило, с войной. Поэтому рассчитывают, стабилизируется ситуация на Востоке, укрепится гривна. Это повлияло на цены вообще. Я в долларах особо не расплачиваюсь, но повышение цен для всех, наверное, плохо. На что больше всего повысилось? На продукты очень сильно повысились цены. На алкоголь. У нас был пост, мы едим одни овощи, поэтому я не задавалась целью проверять цены. Сыры подорожали, не метила. Все, что связаны с курсом доллара, все подорожало. В основном вещи, продукты не так оказываются, а товары, в общем-то, ощутимо. Как вы считаете, с чем это связано, в первую очередь? Война. Война и панические настроения. Я думаю, в основном с этим связано. Это, может быть, не подкреплено и к самой экономике, но связано в основном с войной и затратами на вооружение. Последний месяц лета выдался несчастливым для гривны. В отличие от июля, когда любые запросы выше 12-ти не получали поддержки. Отправной точкой августовской валютной лихорадки стал отказ провести очередной транш со стороны МВФ, что продемонстрировало инвестиционную непривлекательность Украины, говорят специалисты. На руку спекулянтам играют и панические настроения, и опасения участников рынка, порожденные военными действиями. Безусловно, блокировка производственных мощностей в восточной части Украины оказывает негативное влияние. И снижение объемов продажи валюты на межбанке также обусловлено тем, что у нас неполноценная деятельность ведется в восточной части Украины из-за войны. Соответственно, необходимо изначально закрыть конфликт в восточной части страны. Отсутствие валютных поступлений в страну также оказывает давление на курс, подгоняя спрос. Если в прошлом году в это же время объемы торгов составляли до 1 миллиарда, то сейчас они снизились до 300-400 миллионов. Есть небольшая надежда на аграриев. В этом году Украина умудрилась выйти на третье место по экспорту зерна. Однако, когда эти деньги войдут в Украину и в каком объеме, пока не ясно. Некоторые специалисты предполагают, что валюта просто осядет где-то в офшорных зонах до лучших экономических времен. Именно поэтому нынешний курс в некотором роде можно считать обоснованным. Текущий курс тоже является правильным, потому что, несмотря на то, что курс завышается, спрос сохраняется. Если бы совершенно не проходили торги по тем курсам, которые мы видим на Межбанке, то, безусловно, спекулянтам пришлось бы снизить свои амбиции, уменьшить их, и курс пошел бы вниз. Стабилизировать украинскую валюту только лишь монетарными методами и рычагами не представляется возможным, считают эксперты. А меры Национального банка не могут оказать положительного эффекта, что и продемонстрировал последний инфляционный месяц. Вернуть гривну к заявленным как экономически обоснованные 12 не помогли ни угрозы введения жестких административных мер, ни поднятие обязательной нормы продажи валютной выручки с 50 до 100%, ни возможность блокирования операций на Межбанке в случае их недобросовестного характера. Все потому, что Национальный банк способен лишь лечить симптомы вместо самой болезни. Когда страна не работает и никто не покупает украинские товары, а все несут деньги в обменные пункты, пытаясь переждать кризис, а если что и покупают, то покупают импортное, в таких условиях экономика нормально работать не может, и курс можно только держать зубами. Ситуацию может исправить будущий транш МВФ. Накануне Украина подтвердила выполнение всех необходимых условий. Поступление денег ожидается уже завтра и может изменить курс гривны уже в ближайшие дни до 13,5-13,7. Однако не исключено, что этот эффект будет временным, поскольку на понижение сыграет психологическая реакция участников рынка. Кроме того, заем есть заем, и его рано или поздно придется отдавать, напоминают экономисты. Оксана Нечапаренко, Алена Сорока, Агентство телевидения новости.